задача следующая в четырехугольник некий вписан ромб сторону его параллельно диагонали в четырехугольник и надо найти сторону этого ромба если указана диагональ данный опять же нужно уметь эту задачу решить самостоятельно а не просто просмотреть сейчас видео поэтому дико рекомендую ставить видео сейчас на паузу самостоятельно хотя бы сделать чертеж и хотя бы хоть какие-то соображения постараться набросать значит в четырехугольник вписан ромб как это может выглядеть ну давайте какой-нибудь достаточно рандомный четырехугольник нарисуем но так чтобы у него все-таки диагонали хотя бы как-то приблизительно были 6 12 будем считать что это похоже и так это может выглядеть например вот так он вполне у нас получился ромб а b c d наш исходный четырехугольник и ромб к л м н в четырехугольник вписан так найти в сторону ромба если указана диагональ равна 6 12 ага значит что я знаю я знаю что стороны ромба параллельны диагоналям а значит сторона каэль например параллельно стороне отце вот отце пусть у меня будет той диагональю ромба которая равна 6 что я не рекомендую делать в этой задаче не рекомендую сразу проводить вот все на свете и пытаться что-то заметить вот пусть у меня будет на самом деле если вот все привели сейчас как я сделал да то ладно хорошо оставьте свой чертеж стороне но заметьте тогда и вынесите отдельно вот такие вот моменты типа треугольник а b c внутри которого проведена сторона каэль параллельная стороне отце вот если а сторону ромба сейчас назову а то у меня здесь получается следующая ситуация здесь а здесь 6 значит так как каэль параллельно отце естественно эти углы равны как соответственно и углы при пересечении параллельных прямых секущей далее это означает что треугольники bk или bc вообще-то подобно и вообще вот эта задача про прямую да какую-то про пересекающую треугольник по параллельно одной сторон это фундаментальная задача нужно уметь там сходу видеть и просто закрытыми глазами доказывать подобие таких треугольников значит треугольник bk подобен треугольнику bc что это означает это означает что а относится к 6 так же как например например blkbc blkbc и так это у нас есть blkbc отлично что дальше теперь понятно что дальше нужно как-то заметить ну как и как-то в в игру эту значит вписать следующую диагональ равно 12 и сделать я это попытаюсь так чтобы у меня было задействовано то что я уже задействовал до этого чтобы как-то алгебраически попытаться вывести сторону а то есть если я уже как-то использовал bl и bc то я постараюсь заметить что-нибудь похожее на предыдущую как бы на предыдущую маленькую задачку этот треугольником использующий тоже отрезки blbc и может быть отрезок лс не знаю вот конкретно что здесь имеется в виду значит заметим теперь еще что вот этот вот треугольник bdc имеет внутри себя тоже отрезочек параллельной стороне bd ну как заметим это по условию дано но вот такую вот маленькую задачку нужно уметь вычленить и так как lm параллельно bd вот эти углы опять же будут равны так ну у меня уже условно говоря на этом чертеже есть углы скажем с одной другой с двумя другом поэтому давайте вот эти углы делаю с насечками такими чтобы не думали что вот эти вот два угла равны это разный угол может быть поможет и равны на него неважно это вообще сейчас не нужно нужно уметь заметить просто что здесь точно такая же задача то есть треугольник bcd подобен треугольнику lcm по тем же причинам что и подобие вот этих двух треугольников то есть вот этих двух что я отсюда могу вывести значит lm это та же сторона ромба равная а а bd это диагональ четырехугольника равная 12 и получается что еще я при этом хотел как-то задействовать вот эти вот отрезки ну значит я что здесь могу ведь я могу видеть что здесь можно задействовать отрезок bc вот я сейчас запишу соотношение lc к bc почему именно так почему не bc кольце да почему в таком порядке ну потому что я хочу чтобы у меня было две дроби с одинаковым числителем то есть тут была дробь с числителем bc и тут дробь с числителем bc значит lc относится вот этот отрезок относится к большому отрезку ну видно что точно так же как lm к bd то есть а к 12 а к 12 теперь что я вижу здесь есть две дроби в которых знаменателе bc а еще вообще-то я получается взял и целое разделил на две части и нашел отношение первой части ко всему целому отношение второй части ко всему целому значит если я эти два отношения сложу то получится единица можно это даже показать вот таким образом то есть b l давайте запишем все таки к bc плюс lc к bc равно b l плюс lc к bc сверху у нас получается ну очевидно же что bc а значит это один все отсюда я могу сказать очень простую вещь bl к bc это а шестых лc к bc это а двенадцатых а значит а шестых плюс а двенадцатых равно единице приводим к общему знаменателю получаем 3а двенадцатых равно 1 правильно ну вроде все правильно значит а равно 4 вот такой ответ вся сложность задача может быть только в том что здесь рисунок очень быстро загромождается то есть если вы проведете все что в задаче сказано то очень быстро становится непонятно с чего начать поэтому нужно уметь из того что дано вычленять какие-то маленькие такие опорные задачи вот здесь является критически важным умение введите решать вот такую задачу с прямой параллельно одной из сторон треугольника пересекающий этот треугольник вот таким образом получается задачу решить все like subscribe